МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все как в кино. Сценические полосатые костюмы, правдоподобный реквизит, продуманный сюжет. Однако это затянувшийся эпизод из жизни украинского режиссера Олега Сенцова. Участники флешмоба решили показать, насколько тяжело приходится узникам Кремля. Когда ты артист, когда ты режиссер, высказываешь свою позицию, но сейчас ты в тюрьме, ты страдаешь. В том числе мы знаем, что Олег Сенцов сейчас голодает. Мы хотели визуализировать эти страдания, через которые проходят политзаключенные. Каждому из них по-своему дико непросто, но они при этом поддерживают друг друга и не оставляют друг друга. И мы хотели бы также показать, что и Украина никогда не оставит своих, и мы все скованы. Украинцы показывают, своих в беде не бросают. На акцию вышли даже те, кто не привык занимать активную гражданскую позицию. Это просто несправедливо и дико. Я почти не хожу на подобные акции. Но когда уже затрагивают за живое, то я выхожу. Сейчас нельзя промолчать. Если сейчас не поддерживать, то дальше будет только хуже. Побороться за права коллеги пришел режиссер Георгий Давиденко. Он не понаслышке знает, в каких условиях содержит Олега Сенцова. Места я эти знаю лично. Я снимал там документальный фильм «Лагерная пыль» про Воркутинский гулаг. И мы снимали этот лагерь, в котором он сейчас находится. Это очень страшные места. Один литр глюкозы ежедневно. Такой режим питания последние дни у Олега Сенцова. По словам сестры режиссера, обычно на 20-й день голодовки человек не может встать с кровати. Узнать наверняка Наталья Каплан не может. Пообщаться с братом нет возможности. Состояние здоровья, конечно, у Олега плохое. Четыре года лагерей дают о себе знать. Он теряет зубы, теряет волосы. Плюс голодовка. И все это на проблемы со здоровьем, которые тянутся еще с детства. У него проблемы с сердцем и суставами. Все это, конечно, очень сильно бьет. Подробную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова Наталья узнает 4 июня. В этот день запланирован визит адвоката. Тогда защитник расскажет украинскому режиссеру, как его поддержали во всем мире. Ведь доступ к информации в колонии ограничен. Невеличкие действия, как сменить аватарку. Прийти на акцию, и ты можешь подумать, что этого недостаточно, и что это может изменить, как повлияет. Ну, во-первых, поддержка ощущается. Во-вторых, все, что может сейчас помочь, это высокий международный резонанс. В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, участники акции презентовали символическую красную карточку Путину. Я написала за оккупацию Донбасса, за убитых украинских сыновей, за предательство, за оккупацию Крыма.